Всем привет! Замечали ли вы когда-нибудь темные фигуры? Преследовали ли они вас? Или, может быть, вам удавалось заснять их на камеру? По всему земному шару люди говорят о том, что встречались с людьми тенями. Очень интересно они, правда ли, ведь они встречаются во многих мифах и легендах народов. Например, в христианской религии их упоминают как падшие ангелы, а в Коране они упоминаются как черные смоляные существа. Это не совсем физические и не совсем духовные существа. Нечто среднее. Вот в Европе, например, считали, что они жаждут человеческой крови, ведь они не могут полностью превратиться в нечто непонятное без крови. Давайте перенесемся в Индонезию. Там, по поверьям и легендам, существует орган-бурьян. По-нашему это свистящие люди. Они живут в лесу и считаются лесными духами. Но они не совсем добрые, так как могут, например, украсть ребенка или взрослого. Могут также вступить в брак. Очень интересно, ведь когда они вступают в брак, человек навсегда перемещается в их мир, и его никто больше не видит. Почему их называют орган-бурьян? Потому что люди издалека слышат, как будто что-то стучит по барабанам. Да, интересно. То, что они их не боятся совершенно. Ну, тогда давайте перенесемся в Малайзию. Ведь там есть очень интересный отель. Там всегда занята одна комната. Конечно, туда можно заселиться, в эту комнату, но совершив определенные действия. Перед тем, как вы войдете в комнату, вы обязательно должны постучаться. Когда вы постучитесь, откроете дверь, зайдете туда, и если вам станет холодно, вы обязательно должны извиниться и выйти оттуда. Но если вы зашли и все хорошо, вы обязательно должны тут же включить свет, отвернуть шторы от окна, и все, можете спокойно жить. Но перед тем, как лечь спать, вы должны повернуть один башмак кверху. А рядом с собой, если вы спите один, обязательно положить какие-нибудь вещи. Тогда никто вас не тронет, и все будет отлично. Орган-бурьян просто не заметит вас и не потревожит ваш сон. В Исландии тоже есть поверие. Магнус Карфеддинсон собрал более 700 свидетельств о том, что существуют темные люди. Правда, он утверждает, что они выглядят точно так же, как и мы. Есть только одно «но». Они ходят во всем старинном, а также используют старинные предметы обихода. Но это больше похоже на проявление призраков. Вам так не кажется? Но эзотерики считают, что есть множество разновидностей темных людей. Поэтому тут, конечно, мы можем поверить. На просторах интернета я нашла кучу свидетельств, кучу историй. Даже есть фотографии, которые не подтверждены подлинностью. О том, что они встречались с темными людьми. И очень многие связывают их с тем, что это смерть приходит забирать их близких. Так как большинство историй связано с тем, что когда люди видят темных людей, после этого их родственники умирали. Но это же ведь может быть совпадение. Я не верю головой во всякую паранормальщину. Я же не говорю о сердце, но это уже другое. Я согласна со многими учеными, что люди-тени – это разыгравшиеся воображения. Также они связывают это с нестабильным психоэмоциональным состоянием. Чаще всего в историях я наблюдаю такое, что люди видят их лишь краем глаза, мельком. И знаете, что я вам скажу? Глаз – штука несовершенная, к сожалению. И периферийное зрение служит только для одной цели. Только для того, чтобы обнаружить движение. Ну а затем наше воображение просто дорисовывает это в нашей голове. Так что многие люди просто заблуждаются. Или же нет. Также я наблюдала такие истории, как то, когда люди просыпаются и видят их. У ученых нашлось объяснение и этому. Они объяснили это сонным параличом, когда мозг уже проснулся, а тело еще спит. Поэтому в голове возникают всякие темные фантазии. Кстати говоря, не забывайте, если вы любите побаловаться алкоголем и веществами, которые запрещены на территории Российской Федерации, вы также можете наблюдать людей теней. Ведь под этим делом всякое может привидеться, согласитесь. Также в психиатрии были очень любопытные случаи, когда пациенты приходили на сеансы, рассказывали, что за ними наблюдает, или ходит, или сидит с ними, или разговаривает человек тень. Люди в своем нестабильном состоянии, например, в утрате близкого или в большом эмоциональном потрясении придумывали, набирали в тень, ну скажем, в свое второе «я» все негативное, все то, что их тяготит. И они просто воплощали этот образ в жизнь. Мягко говоря, как мы придумываем себе друзей. В детстве некоторые дети придумывают себе друзей. Но это уже связано, например, с дефицитом внимания, это уже о другом. И как только психиатры распутывали клубок состояния пациента, он переставал это видеть. Не правда ли? Удивительно. Расскажу вам историю, которая случилась со мной. Ну и почему я, в принципе, начала снимать это видео, потому что тема «Люди тени» мне близка. Когда мне было 18 или 19, мне пришлось остаться одной и ухаживать за бабушкой. Я ее любила, и поэтому я не могла бросить ее в тяжелом положении. Через какое-то время она перестала ходить, и все свое свободное время я уделяла только ей. Я ухаживала за ней. Я думаю, каждый из вас сделал бы то же самое, если у вас не каменное сердце. Какое-то время мне было очень тяжело, и поэтому мое состояние, как физическое, так и эмоциональное, оно ухудшалось. Через какое-то время я начала слышать стуки, шорохи в ванной, как будто кто-то скрижется по ванной. И как вам это объяснить? У меня был кот. И знаете, этот кот лежал со мной. А так как бабушка не могла ходить, это была явно не она. Когда я подходила к ванной и открывала дверь, ничего, звуки прекращались. Тогда я перестала спать, и я спала по два-три часа в день. Ночью я вообще не спала. Я постоянно слышала эти шорохи. Во всей квартире у меня был включен свет. И за неделю до ее смерти мне приснился очень интересный сон. Все было как и обычно. Мой диван, кухня, двери, коридор, ванная. Но было одно но. Надо мной стоял очень высокий черный силуэт. Он был больше двух метров ростом. Когда я вспоминаю, у меня мурашки бегут по телу. Но, к удивлению моему, он представился, я честно скажу, я не помню его имени, и он сказал, если через семь дней я не уеду оттуда, он меня убьет. Тогда я попыталась сказать ему, постой, давай договоримся. Не правда ли смешно? Но он ушел. Он уходил плавно. Он будто спускался вниз, как бы исчезая в пол. Становился все меньше и меньше. И там, где была ванная, он исчез. Для меня это было таким потрясением, что я просто собралась и уехала. Я не переставала заботиться о своей бабушке, так как я ее любила. Я приезжала к ней постоянно два раза, три раза в день. Но находиться я там не могла. Это чисто внутреннее состояние. Ровно через семь дней я приехала туда, потому что я поправила свое физическое и эмоциональное состояние. и после этого вечером я привела ее в порядок, легла спать. На утро я встала, пошла проведать бабушку на утро. И ее больше не стало. Прошло ровно семь дней с того сна и себе я это объясняю тем, что мое состояние было нестабильным. Психическое, моральное и физическое. Я была вымотана. И для себя я это объясняю тем, что у меня было нарушение сна. И все это просто наложилось. Но семь дней не дают мне покоя. Подводя итоги, я хочу сказать одно. В большинстве случаев люди-тени это лишь мифы и легенды. Многие придуманы, а многие просто олицетворяют. Например, с свистящими людьми. Ведь правда легче сказать не ходи туда, тебя заберет свистящий человек, чем не ходи туда, ты заблудишься, потеряешься, ты будешь голодным и в конце конце умрешь. Что касается фотографий или видео, фотографии никем не были подтверждены. Не было подлинности этих фотографий. Ведь не забывайте, когда появился фотоаппарат, люди начали фотографировать привидения рядом с собой, лики, умерших людей. Но это ведь были всего лишь наложения кадров друг на друга. Хотя это было до изобретения фотошопа. Как можно проверить такие снимки? Если вы хотите узнать больше о квартире, в которой я жила, она была очень странная. Были ли там привидения? Не знаю. А как вы думаете? Оставляйте комментарии, лайкуйте и звоните в бубенчик. И только вам решать, существуют ли темные люди или нет.